Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Сегодня у меня очень полезное блюдо. Вообще без обжарки, почти без масла. Это мясные шарики в овощах. Не с овощами, а в овощах именно. Как это готовится? Очень просто. Самое главное, что это очень вкусно и довольно-таки неплохо выглядит. Одним словом, красиво. Так что смотрите видео и готовьте. Вернее, решайте сами, готовить вам или нет. Готовить это мясные шарики. Мясные шарики я буду готовить. У меня вот такой вот фарш. Я покупала отдельно говядину и свинину, больше говядины. И он у меня был замороженный. Вот я его достала, он разморозился полностью. И вот с этого фарша у меня будут шарики. Вы меня все время просите, давайте будем готовить в мультиварке, извините. Но я вам скажу, в мультиварке готовится то же самое, что в толстостенной или толсто-донной кастрюле. Сейчас я уже поставила, налила воду в чашу и включила режим. Мы на пару сейчас сварим вот эти вот шарики, чтобы все это было вкусно и полезно. У нас мясные шарики с овощами. Вы уже поняли по внешнему виду. Так что приступим. Вот для этого мяса, здесь где-то 500 граммов фарша. Я сюда выбиваю одно целое яйцо. Ничего не буду сюда так перегружать, потому что у нас овощи. Главное, что у нас весь вкусовой, как говорится, букет в овощах. Соль, специи по вкусу. И, конечно же, чтобы они были более такие мягенькие, можно добавить замоченную в молоке булочку. Но я добавлю, вот у меня и сухарики, раз, две, три хорошие столовые ложки сухарей. Обыкновенных сухарей. Теперь добавляем специи по вкусу. У меня это черный молотый перец. Пол чайной ложки. Ну, здесь как вы любите. Здесь у меня паприка. Я очень люблю паприку. Если вы будете готовить, когда уже есть паприка, перец болгарский, то тогда можете не добавлять. К овощам добавите. Я готовлю постсезонно. Сейчас зима, поэтому... Это кориандр я добавляю чуть-чуть, потому что, вы знаете, я люблю зиру. Можете добавить. Добавляйте специи, какие вам нравятся, мои хорошие. Поэтому вы просто наблюдаете, что я добавляю. А вы там уже смотрите сами. Так, и, конечно же, мы должны посолить. Не сильно, а так чуть-чуть, потому что уже общее будем выводить по вкусу, когда у нас все соединится. И шарики, и овощи. Вот так вот вымешиваем хорошенько. Очень удобная миска вот такая вот она. Рассчитана на 5 литров. Ну, видите, какая высокенькая. Ну, удобно в ней. Вымешиваем, солим и добавляем по вкусу специи, какие вы хотите. Шарики должны у нас быть плотноватенькими, чтобы они во время тушения с овощами не развалились. Все. Вымешиваю и пробую по вкусу. И добавляю то, чего не хватает. Добавила чуть-чуть еще перца черного и чеснок сухой. Вот пол чайной ложки добавлю. Вы можете использовать свежий, если у вас есть. По соли нормально. Вот сейчас мясные шарики должны быть недосоленные, потому что общий вкус мы будем выводить уже при окончательном смешивании овощей и шариков. Все. Миска готова. Вот для пароварки, вот такие, для мультиварки, есть вот такие вот лоточки. Этот немножечко пониже, а вот от старой у меня повыше. Ну, вы смотрите, какой сами хотите. Я возьму вот этот вот родной. И сейчас будем формировать наши шарики. В руку чуть-чуть растительного масла. Вот так вот сделать. И смазать саму эту форму, чтобы не приставало. Все, смазали. И теперь не сильно мелкие, не сильно большие. Катаем, руки у нас в масле, это хорошо. Катаем, плотненько вкатываем вот такие шарики. Размер шариков смотрите сами. Ну, я сделаю вот такие вот, как, как чуть-чуть, как желток яйца вареный. Старайтесь, конечно, одинаковые делать, потому что эти шарики в блюде будут видны. Никакого риса я не добавляю. Если хотите, добавьте рис, но я вам скажу сразу, что рис добавляют, это те, кто экономит на мясе. Честно, ну, хотя с рисом тоже вкус, но я не готовлю сюда рис, кашу, у меня овощи и все. Никакой каши я не добавляю. А вы там уже смотрите сами. Правильно, вот некоторые говорят, что я даю направление, а вы там уже что хотите. Добавляйте, что вам нравится. Вот такие шарики катаю и выкладываю вот в эту форму. Вот так вот я выложила шарики, и как раз за это время у меня в мультиварке закипела вода. Сейчас я отправляю шарики вариться, готовиться до полуготовности на пару. Кипит вода. И у меня пока закипело вообще режим 30 минут, 14 минут. Вот пусть 14 минут в мультиварке на пару варятся мясные шарики. И овощи я буду использовать. Смотрите, острый перец, он не очень острый, но очень вкусный. Цветная капуста у меня есть, морковка, бурячок, все сырое, луковица, и пора уже морозилки разбирать. Вот это вот фасоль моя. И вот таких вот возьму 3 грибочка. Сейчас, конечно, лучше всего, если вы нарежете на корейская морковка длинная. Но у меня такой терки нету. Она у меня вот такая только вот такая. Тут может немножечко натереть, но немного. Ну, буду, значит, она ножом дорезать. Нету, тогда нарезайте ножом. Просто вот такая вот нарезка красиво смотрится, морковки и свекрой. Вы поняли, да? Как корейская морковка. Сейчас я ставлю сковородку на огонь. Первое, что я нарежу, это не морковку, а луковицу. Луковицу, потом морковку, а потом вы все будете видеть. Беру сковородку вот такую вот поглубже, потому что в этой сковородке мы будем доготавливать. Мы не будем обжаривать. Чуть-чуть растительного масла, и все это будет тушиться под крышкой. Лучок я нарезала. Лучок я нарезала полукольцом тонким, вот так. Отправляю на сковородку. Видите, даже у нас ничего не шкварчит. Буквально столовая ложка растительного масла. Вот, пожалуйста, чтобы не носиться. И сейчас натираю морковку. Так, вот я натерла. То, что уже не натирается, это можно порезать мелко, соломкой или так. Или же оставить просто, нарежьте ножичком и в холодильник, в морозилку. Мне достаточно вот этой лапши. Так, и сейчас, вы видите, лук чуть-чуть начинает. Отправляю сюда морковку. И сразу прикрывайте крышкой, чтобы ничего не обжаривалось. Просто у нас, чтобы все это тушилось. Остатки морковки я так нарезала в полиэтилен и в морозилку. И тогда, когда будете готовить, пожалуйста, используйте. Ничего не выбрасываем. Дальше нарезаю цветную капусту. Цветную капусту нарезайте, как хотите. Хотите более крупными кусочками, хотите прямо такими соцветиями. У меня не крупная капуста, поэтому я нарежу небольшими кусочками. Капуста. И сейчас это грибы, я не знаю, как их нарежу. Они такие мерзлые, но такими кусочками нарежу. Эти грибы не столько у нас дадут, не вкус, конечно, дадут, но запах будет просто вешеный. Так, нарезаю грибы. И капусту и грибы отправляю к морковке. Сейчас я вам покажу, как это все будет выглядеть. Видите, какая... Вот так. Все равно мы победим эти грибы. Так, и отправляю на сковородку. Так, смотрите. Видите, накрыто. Я никакого жира не добавляла. Бросаю сюда капусту. Хочу еще раз повторить. Я готовлю овощную массу, исходя из того, что у меня есть. Вы можете готовить, что у вас есть. Так, и вот перемешиваю, пока ничего не солю. Ничего. Ну, красиво, правда? Да. А свеклу, кто не любит, можете не добавлять. Я люблю свеклу. И вы задаете вопросы, что можно готовить со свеклы. Вот такие вот овощные гарниры. У нас жира совсем здесь почти уже нет. Одна ложка была. Я высыпаю сюда замороженную фасоль. Она сейчас будет отдавать влагу. И все это будет у нас тушиться. Тем временем я сейчас нарежу вот этот вот острый перец. Но он такой, знаете, он не острый. Он может возле хвостика будет острый. А так не острый. И отправлю тоже сюда. Не, ребята, он очень острый. Хорошо, что попробовала. Ой, сначала укусила. Нет, очень-очень-очень острый. Поэтому вот так вот добавляю. Мне достаточно. Смотрите, меньше половины. Всегда пробуйте. Так, накрываем. Это тушится. Свеклу натираю. Свеклу я нарезала. И сейчас полью уксусом. Столовая ложка хорошая. Это для того, чтобы свекла не потеряла цвет. И сейчас сюда столовую ложку растительного масла в свеклу. Чуть-чуть сейчас свеклу присолю. Так, и... Потому что очень красится, видите? Вот так. Ну, сладкая, хорошая. Так, все. А сейчас будем добавлять свеклу к овощам. Так. Что у нас здесь? Видите, на медленном огне. Чтобы не добавлять только жира. Нам жир лишний не нужен. Перемешиваем. Видите, такое красивое, да? Сейчас свеклу добавлю. Так вообще будет красота. Понятно, что покрасятся овощи. Так, добавим чуть-чуть огня. Уже совсем сладенько. Ничего у нас пока не соленое, не перченое, никакое. Так. И сейчас высыпаю свеклу, которая у меня с растительным маслом и с уксусом. Чуть-чуть прикрой, не перемешивая, чтобы свекла не все красила у нас. Так, давайте. Вышло у нас время. Осторожно. Ух! Запаровало. Сейчас, секундочку. Сейчас пар выйдет. И вы все увидите. Вот так выглядят наши тевтели. Видите, они пропарились. Нету немножечко, не то что резкости, а просто сильно парует. Оно выключилось, но все равно же горячая вода внизу. Все. Пусть тевтели так вот открыты и стоят. Ну, можете немножко прикрыть. Выключаем мультиварку и больше не включаем. Этого достаточно. Так, масла у нас здесь очень мало. И я должна добавить сюда или воды, или масла. Но я масла добавлять не буду. У меня в мультиварке, там где тевтели наши, смотрите, какой бульон получился с водички. Вот я его и добавляю сюда. Прекрасный бульон. То есть жир с тевтели весь скапывал туда и получилась вот такая вот водичка-бульон. Теперь мы можем это все перемешать. Очень много. Ну, ничего, мы потом финально. Вот сейчас вот это все можно в эту. Сейчас мы так и сделаем. В чашу мультиварки и в мультиварку поставить. Пусть себе там овощи эти тушатся до готовности. Чтобы не стоять здесь. Мультиварка это свободное плавание. То есть поставил и оно само все варится. Чашу вот бульон я убрала. Даже я не мыла ее. Не надо ее мыть. И теперь высыпаем сюда наши овощи все. Вот так красота. И стоять не надо. Если у вас нету мультиварки, вы все готовите это на сковородке. Так. Бульона этого достаточно. Теперь я должна присолить. И добавить специи. Перец черный, сахарок. Что вы там будете добавлять. И ставим на тушение. Минут на 15. Вот так. Столовая ложка сахара. Потом будем смотреть, когда уже все соединим. Перемешиваем. Красиво, правда? Да. И вкусно будет. Пока кислоту не добавляю. Если хотите, можете добавить томатный сок. Или томаты нарезанные. Или пасту. Но я не хочу. Я вот именно, чтобы это было. Чтобы не говорили, что паста это не полезно. Все запорует. Видите как хорошо. На я имею в виду не то, что запоровало, а как шумит. Так. Мы сейчас немножечко. Видите, тут жидкость есть. Этой жидкости достаточно. Оно не должно быть сухим. Видите, свекла не сильно покрасила. Потому что мы ее обработали уксусом. И растительным маслом. Надо немножечко взять вот даже фасоль эту. И попробовать сейчас не на готовность, а именно на вкус. Чего нам нужно добавить. Я открыла немножечко заранее, потому что сильно запотевает стеклышко. Так. Овощи уже готовые. Вот видите, сейчас мало жидкости. Можете томатного сока долить. Или что вы там хотите. Или бульона. И сейчас я отправляю сюда вот прямо вот так фрикаделья эти. Видите, как они на пару варились. За это. Ой, перчик немножко чувствуется. Так. Я бульон уже весь расходовала. Налью немножечко водички. Это 100 миллилитров кипяточка. Все. Закрываю. И еще 10 минут. Так. Ну что, готово. Я специально открыла вайоранчу, потому что камера вообще вся заслепленная. Переходим к столу. Так. Теперь давайте все это перемешаем аккуратно. Вообще, честно говоря, я советую. Видите, немножечко как суховатенькое. Вот тот бульон, который у вас первый из тевтели, не спешите высыпать. Потому что чуть-чуть вроде как-то как суховато. Хотя не, нормально. Видите, тевтельки держатся кучи. Ничего не распадается. А если бы так сырою, то могло бы развалиться. А так вы немножко на пару подержали. Единственное что, что цветную капусту немножко попозже, потому что она разделилась. Ой, как вы ничего не видите, мои хорошие. Так вот порует все в тумане. Она разделилась на мелкие соцветия. Вот такое блюдо красивое получилось. Самое главное, что красиво и полезно. Вы можете добавить сюда еще бульона. Вы можете добавить томатной пасты. Кетчуп. Кетчуп, да? Или кетчуп. Я говорю кетчуп. Кетчуп. Поэтому сейчас будем пробовать. Вот такое блюдо, мои хорошие. Тевтели в овощах. Или мясные шарики в овощах. Как хотите, называйте. Ну, самое главное, чтобы это было вкусно. Знаете, я из чаши пересыпала в сковородку, потому что все равно я его сразу не съем, буду нагревать. Поэтому в сковородке. И насыпала себе вот чуть-чуть в тарелку. Будем пробовать. Ну, понятно, что перец это для декора. Хотя, кто любит остренькое, пожалуйста. И еще скажу, можете подавать соус, можете подавать, как они называются, кетчуп. Я беру мясной шарик и овощи. И пробую. Чуть-чуть щипит. Мне это нравится. Я чуть-чуть добавлю вот хренчика. Или хрона. Как правильно. Ну, вы поняли, о чем речь идет. Потому что мясо, фасоль хорошая, свекла не чувствуется, просто овощи. Видите, у меня мясо такое суховатое, потому что у меня большая часть говядины. Если вы кушаете свинину, пожалуйста, добавьте более жирного мяса, и у вас будет более такое сочное. Ну, так как я сейчас, будем говорить, на диете, не ем свинину, поэтому у меня немножечко сам шарик. Вот видите, какой он суховатенький. Но добавляйте больше сюда вот жидкости, бульона, и у вас будет то, что вы хотите. Очень вкусно. Давайте вот эти вот овощи. Тут у нас морковка, свекла и цветная капуста. Она распалась на такие соцветия. Это, между прочим, неплохо. Мясо понятно. Какое на вкус мясо-то все знают. Давайте попробуем, какой на вкус вот эти вот овощи. Мне очень нравится. Если добавить сюда еще помидорку свежую, ну, вы же можете готовить это все летом. Такое впечатление, что вот эти вот овощи, как болгарская леча. Помните, раньше было? Вот оно точно такое на вкус. Просто я не добавляла томатной пасты. А если вы добавите помидор или томатного сока, оно будет более жидкое, а на вкус точно как леча. Вот соединилось. И легкий-легкий вот этот, вы знаете, перец чили привкус. Мне очень нравится. Все, мои хорошие. Готовьте. Пусть у вас все получается. Кто не подписался, подписывайтесь. Иногда блюда простые. Вот так, знаете, как говорится, с головы на бум. Но получается очень-очень все вкусно. До новых встреч. До новых встреч.